На первый взгляд виртуальная реальность это прекрасные компьютерные миры с живописными пейзажами, красивыми историями и благородными героями. Но есть и оборотная сторона этой идиллии. Виртуальная вселенная вовсе не так дружелюбна, как мы привыкли думать. Это пространство, где живет все самое зловещее, что могло быть придумано человеком. Виртуальной реальности узланят никаких преград, оно творит, что хочет. Гибнут сотни и тысячи людей, стираются в порошок города, рекой льется кровь. Здесь выживают только сильнейшие. Мы представляем вам самый враждебный человеку грани виртуального измерения. Вы поймете, видеоигры это не игрушка. Это проекция самых мрачных сторон человеческой души. В эфире программа «Страшно интересно». Готовьтесь, в ближайшие полчаса вам будет страшно и интересно. Человеку свойственно ошибаться. Это же относится и ко всем обитателям виртуальной вселенной, будь они людьми или другими существами. Однако по ту сторону экрана за каждый просчет приходится платить гораздо дороже. Сегодня мы представим вам 10 техчайших ошибок виртуального мира. Настоятельно рекомендуем учиться на чужом горьком опыте. Только с жадностью и стремлением к абсолютной власти можно было объяснить попытки империи Хелгаст захватить планету Векта, опорную точку землян в системе Альфа-Центавра. Почувствовав собственную силу, эти воинственные потомки древних обитателей зеленой планеты осмелились напасть на войска межпланетного стратегического альянса. Отличаясь от людей, недюжиной силой, феноменальной быстротой и гибкостью, эти существа, всегда закрытые маской, смогли оттеснить защитников планеты и занять их позиции. Вот только действия их, как оказалось, были недальновидными. Альянс не только разгромил армию оккупантов, но и направил специальные подразделения Легион на их родную планету Хельган, задачей которого было захватить в плен местного императора Визаин. Еще вчера широкой поступью шагающие по векте агрессоры превратились в неравнобороняющихся бойцов, терпящих одно поражение за другим. Несмотря на то, что своя планета подпитывала их энергией и помогала раскрывать невероятные способности, им так и не удалось остановить Легион, который в конце концов захватил столицу Хельгана и пленил императора. Опрометчивый поход воинственных Хельгаст на Векту из серии Killzone обернулся полным крахом и потерей собственной планеты. Десятое место в череде роковых ошибок игровой вселенной. Однажды Земля перестала быть пригодной для жизни, и люди были вынуждены искать убежище на других планетах. В миссию по покорению иных миров была отправлена огромная группа смельчаков. Этот крестовый поход направился на планету ИДН-3, которая, как рассчитывали ученые, вполне могла стать новым домом для землян. Однако, прибыв на ИДН-3, первопроходцы обнаружили только огромную заснеженную пустыню, где бушевал ледяной ветер и температура достигала нечеловечески низких показателей. Но даже не это делало этот уголок космоса столь неприветливым. Планета была заселена огромными насекомыми акридами. Эти агрессивные твари сразу же объявили людям в войну. Монструозные членистоногие, усеянные шипами и иголками, выползали буквально отовсюду и яростно набрасывались на каждого представителя человеческого рода. Так акридам удалось вынудить первую волну колонизаторов покинуть ИДН-3. Но во время битв с акридами открылась одна их особенность. В телах насекомых содержалась ценная термическая энергия. Именно она и заставила людей возобновить попытки захватить суровую планету. Но второй визит колониаторов оказался еще более кровавым. На этот раз люди воевали не только с местной фауной, но и друг с другом за обладание этими энергетическими сгустками. Ошибка с выбором планеты для покорения и злост планет, стоившая тысячам людей жизни, застывает немым упреком на девятой строчке. Война – это череда хитрых замыслов и сплошных предательств. После опустошительной борьбы за спасение планеты от враждебной расы Шрауд, Земля раскололась на три лагеря. Силы Альянса, массивная группировка падальщиков и остатки расы Шрауд, готовящихся отомстить за поражение. В это неспокойное время доктору Джеку Мэйсону, подчиненному Альянса, было поручено доставить в штаб замороженное тело девушки по имени Карина. Внезапно их корабль оказался сбит, и загадочная девушка сбежала. Мэйсон принялся разыскивать ее, прокладывая себе путь сквозь горы трупов. Он знал, что девушка была биологическим оружием, созданным расой Шрауд против людей. Карина обладала сверхъестественной способностью производить сильнейшие выбросы энергии из своего тела, оставаясь при этом невредимой. Однако, защищая свою подопечную, доктор руководствовался далеко не приказом командования. Он планировал передать девушку в стан Шраудов, которые пообещали ему за это воскресить его погибшую дочь. Джек выполнил свою часть договора, но оказался предан. Шрауд и не думали исцелять девочку, а из возвращенной им Карины они уже успели выкачать почти всю кровь. Доктору, осознавшему весь ужас положения, ничего не оставалось, как застрелиться, ибо он оказался не способен спасти ни дочь, ни девушку. Крах дерзкого плана Джейка Мэйсона из Парая и его драматическая развязка сегодня на восьмом месте. Прервемся на несколько мгновений и переведем дух. Не переключайтесь. В реальной жизни, оступившись, человек еще может как-то исправить положение. В виртуальном роковые последствия проявляются скорейшим образом и не оставляют пути назад. Мы продолжаем наш фатальный обратный отсчет. В конце 12 века начался третий крестовый поход. Христиане под благовидным предлогом спасения гроба Господня вторглись в исконно арабские земли, чиня беспредел, убивая неверных, сжигая города. Предыдущая неудачная попытка не послужила примером для агрессоров. Созданный шейхом Хасаном Ибн Сабахом орден ассасинов стал той силой, которая руками невидимых убийц поставила крест на поползновениях крестоносцев. Именно такие убийцы, как Аль-Таир, словно безжалостные палачи, хладнокровно исполняли смертельные приговоры, вынесенные орденом в отношении предводителей христиан. Ничего не ведущие несчастные даже не представляли, что были обречены. Никакая охрана не могла защитить. Выкидной клинок, стрела арбалета, смертельный яд, незаметно подсыпанный в кубок, острый меч. Смерть могла настигнуть беднягу с любой стороны. Обезглавленные войска превращались в стадо овец без пастуха, которых с легкостью загрызали хищные, одичавшие от жажды мести волки арабских коровей. Ошибка, которая заслуживает седьмой строчки нашего списка. Иногда секретные проекты государства становятся смертельно опасным делом. Однажды строительство американской секретной базы на месте крушения НЛО в штате Невада обернулось трагедией. В многоуровневом подземном комплексе проводились исследования неземных технологий и мутагенных вирусов в сотрудничестве с единственным выжившим в катастрофе инопланетянином. Этого серого спасли от смерти и даже дали ему земное имя Эдгар. Люди стремились выжить из своего пленника как можно больше ценных сведений, и Эдгар охотно ими делился. Однако пришелец оказался далеко не таким бескорыстным. В один прекрасный день, улучив момент, он спровоцировал утечку страшного мутагена в вентиляцию зданий. Персонал немедленно начал мутировать и превращаться в отвратительных, невероятно опасных монстров. Все, что смог сделать наполовину мутировавший боец Итан Колуэл, это ценой собственной жизни уничтожить дьявольскую базу изнутри. Слишком близкий контакт с внеземной цивилизацией из Area 51 обернулся кровавым месимом и заслужил себе шестое место среди злейших просчетов виртуальности. Великий полководец, отважный воин, самоотверженный защитник Лордерона, беспощадный к врагу, все это можно было сказать об Артесе. Благодарные люди слагали были на том, как он во главе многотысячной армии яростно сражался с полчищами орков. Но по иронии судьбы, именно не человеческая ярость, а буявшая героя, которая раньше помогала крушить вражеские орды, погубила его. Ослепленный яростью, не слушая советы друзей, он отправился в Северные Земли, чтобы получить магический меч Фростмор. Наплевав на многочисленные предостережения, он взял проклятый клинок в руки и навсегда превратился в слугу Нарзула, Повелителя Тьмы. По прибытии в Лордерон, принца встречали как героя. В его честь били в колокола, звучали трубы, его осыпали лепестками роз. Но он не видел всего этого. Он не хотел видеть, спеша осуществить свою великую миссию. Войдя в тронный зал, где выседал король и его родной отец, новоиспеченный слуга Повелителя Тьмы проткнул Фростморном правителе города. Проклятый меч забрал очередную жизнь, но видели боги, что она была далеко не последней, ибо темный рыцарь вышел на тропу войны с человечеством. Ослепленный яростью Артес из Варкрафт 3, взявший в руки проклятый меч Фростморн, совершил тем самым одну из самых трагических ошибок игрового мира. Пятое место. Человеку очень повезло, что природа создала его таким ограниченным. Неспособность видеть все проявления Вселенной – одно из величайших благ, дарованных людям. Те немногие, кто решается взглянуть на сверхъестественное, либо мгновенно погибают, либо сходят с ума. Взрывы. Однажды детектив Джек Уолтерс прибыл на задание разобраться с тайной загадочного дома в Бостоне. Старый и мрачный особняк был населен членами таинственного братства Иид. Эти служители ужасного религиозного культа походили на умалишенных, а не на верующих. Само строение было на редкость неприятным местом, а его угнетающая атмосфера могла повергнуть в уныние любого. Когда Джек добрался до подвала здания, то обнаружил там следы каких-то ужасающих экспериментов, проводившихся над людьми. На половину расчлененное тело человека. Какие-то загадочные устройства, приводимые в действие зеленым кристаллом. Любопытство взяло верх над следователем, и он привел механизм в действие. Этим он совершил свою головную ошибку в жизни. Внезапно одна из стен подвала растворилась, а из хлынувшего потока света в дом начали проникать ужасные создания. Они не имели ничего общего с человеком. Это были какие-то гротескные подобия животных и растения одновременно. Увиденное столь сильно повлияло на очевидца, что он так и не смог оправиться от удара до конца своих дней. Совершенно неуместное любопытство Джека Уолтерса из «Колов к Тулху» погубило детектива и обеспечило ему четвертую позицию в сегодняшнем рейтинге. После пары минут рекламы мы представим вам лидирующую тройку среди самых горестных просчетов виртуальности. Поверьте, каждый из этих случаев настоящая катастрофа. Последствия ее ужасны и несказанно трагичны. Не переключайтесь. Никакие страховки не действуют. Прав на ошибку нет. Примерно так выглядит свод предостережений виртуального мира. Однако его жители то и дело норовят нарушить этот свод, совершая роковые ошибки. Три наиболее ужасные из них мы представляем прямо сейчас. Знай, Харлан Вейт, чем обернется его опрометчивое решение использовать собственную дочь в создании новой боевой единицы, он наверняка бы передумал. Чем руководствовался ученый военной корпорации Armacom Technology, погружая Альму, обладающую телепатическими способностями, в искусственную кому. Любопытство исследователя, научный долг, возможно, обычный эгоизм и тщеславие. В любом случае, последовавшее наказание было соразмерно цинизму такого немыслимого с точки зрения человеческой морали поступка. Сознание униженной девочки вырвалось наружу и показало, что такое настоящий кошмар. Подземное здание лаборатории превратилось в обитель потусторонних ужасов, взятое под контроль зомбированными солдатами. Ведомые сознанием Альмы. Они уничтожали всех, кто имел неосторожность остаться в живых в стенах корпорации, а также непрошенных гостей, проникающих туда. Бессердечность поступка ученого Карлона Вейда из Фио, положившего жизнь собственной дочери на плаху науки, а также ужасные последствия этого поступка, поднимая все это на третью ступеньку списка роковых ошибок. Планетяне предупреждали человечество не повторять их ошибки. Упрямые и вечно любопытные земляне пренебрегли предостережениями древней расы и занялись экспериментами по телепортации на марсианской базе. Огромный научно-исследовательский комплекс был построен на Красной планете, как раз над местом раскопок останков исчезнувшей цивилизации. Космические предшественники земных ученых обнаружили на этой территории нечто зловещее. Как вскоре оказалось, это был портал прямиком в ад. Легкомысленный, фанатичный исследователь Малькольм Бетругер открыл эти сатанинские врата. За такой смелый эксперимент исследователи заплатили очень дорого. По коридорам начали разгуливать безобразные чудовища, проникающие на базу прямиком из раскопанного ада. Лишь одному морскому пехотинцу выпал шанс уцелеть в этом сардоническом карнавале. Безрассудство, с которым люди заигрывали с преисподней из Дум-3, оказалось вторым среди фатальных ошибок виртуальности. Какой же из промахов оказался наиболее трагичным? Какому из неверных шагов принадлежит эта горестная пальма первенства? Это вы узнаете после того, как мы вновь пробежимся по девяти печальным страницам компьютерной истории. Урок, преподнесенный землянами Расси Хелгаст из серии Киллзоун, должен войти в учебники, открывая десятку роковых ошибок виртуального мира. На девятом месте оказалась неудачная попытка землян покорить ледяную планету ИДН-3 из Лост Планет. Восьмым в нашем хит-параде числится отчаянный шаг доктора Джека Мейсона из Парая, закончившийся провалом и суицидом. На седьмой строчке усилиями Ордена Ассасинов оказались крестоносцы. Шестую позицию занимает плохо продуманный эксперимент по обмену знаниями между американскими учеными и инопланетным гостем из Эрия 51. Ослепленный яростью Артес, взявший в свои руки проклятый меч Фростморт, запрыгнул на пятую ступеньку сегодняшнего хит-парада. Четвертым в списке стало согласие детектива Джека Уолтерса на одно расследование из Коллов к Тулху, за которое следователь заплатил своим психическим здоровьем. Тройку ярчайших роковых ошибок открывает бессердечный поступок Харлона Вейда из Фир, лишившего нормальной жизни свою родную дочь и тем самым поставивший на грань вымирания все человечество. Почти самым трагичным из просчетов стала безумная затея приоткрыть дверь в марсианскую преисподнюю из Дум-3. А теперь взгляните в лицо наиболее трагичной из виртуальных ошибок. Эндрю Райан всего лишь хотел создать рай место где художник не боится цензора где великое не ограничено малым где ученого не стесняет ханжеская мораль Восторг как стал называться построенный им город должен был стать пристанищем для избранных для самых талантливых самых совершенных Глупец он решил бросить вызов самому создателю и поплатился за это Вчерашний Эдем превратился в подводный ад В погоне за совершенством ученые Восторга открыли вещество адом которое давало человеку сверхспособности но в то же время имело массу побочных эффектов Вызывая абсолютную зависимость оно превращало людей в омерзительных созданий одержимых поиском очередной дозы сплайсер сестрички большие папочки и единицы тех кто совсем недавно считался представителями элиты вот во что превратилось население подводного города вместо сверкающих павильонов затопленные помещения вместо передовых лабораторий разрушенные корпуса с разбросанными инструментами вместо счастья процветания и любви сумасшествие безнадежность смерть строительство восторга Эндрю Райном из Биошок было крайне неудачной идеей поэтому оно заслуженно занимает первое место в хит-параде роковых ошибок виртуального мира только что вы воочию увидели 10 неудач цифровой жизни 10 горьких и жестоких неудач что-то настойчиво подсказывает нам что обитатели компьютерных просторов еще не один десяток раз приведут цифровую вселенную к краху об этом мы обязательно расскажем в следующих выпусках и тогда нам всем будет страшно и интересно что-то что-то